Добрый день, дорогие друзья! С вами Владислав Буря, специалист по выбору лечебных курортов и санаториев. Сегодня я хотел бы поговорить на немного такую футуристическую тему, почему в Wellness скоро будет популярнее лечение. И хотел бы немножко рассказать о том, как будет изменяться востребованность курортов. Какие из них будут терять популярность, а какие набирать ее. Мои прогнозы, конечно, могут не оправдаться на 100%, а как, впрочем, и любые другие прогнозы. Но многолетние поездки на лечебные курорты, интервью с курортными врачами, беседы с сотнями туристов позволяют мне увидеть некие горизонты событий. И так я вижу, что основной контингент чисто лечебных курортов, таких как Пештианы, Карловы Вары, Марианские Лазни, Друскененкай, не молодеет. То есть туда в основном ездят люди старше 55 лет. И я не уверен, что люди среднего возраста, которым через 10-15 лет исполнится 50, будут также активно ездить на популярные сейчас курорты. В значительной степени популярность лечебных курортов среди российских граждан старшего поколения продиктовано их советским опытом поездок на санаторно-курортное лечение. Я говорю об этом столь уверенно, потому что внимательно анализирую поисковые запросы людей. Они ищут лечение в Карловых Варах, в том числе по запросам санатории Карловы Вары. И это весьма популярный запрос. Ежемесячно санатории в Карловых Варах только в поисковой системе Яндекса ищут примерно 19 тысяч человек. Вместе с тем, в Карловых Варах испокон веков не было никаких санаториев. Они даже себя называют не санаториями, а курортными отелями или спа-отелями. Санатории это пережитки прошлого. Есть люди, которые реально разочаровываются в так называемом санаторно-курортном лечении на этом известном курорте. Они понимают, что Карловы Вары скорее комплексное оздоровление, а не классическое комплексное лечение. Вот вам реальная заинтересованность людей среднего и молодого возраста в санаторно-курортном лечении. Статистика была собрана на основе исследования, проводимого беспрерывно в 2017-2018 годах. В среднем санаторно-курортное лечение ищут 16% людей в возрасте 35-44 года, 13% людей в возрасте 25-34 года и всего лишь 3% людей в возрасте 18-24 лет. Хотя сегодняшняя молодежь по здоровью намного слабее предыдущих поколений, в том числе в числе наиболее распространенных заболеваний это желудочно-кишечный тракт из-за неправильного питания и ухудшения качества продуктов и сердечно-сосудистая система из-за стрессов. Кстати, по данным ВОЗ, все чаще сердечно-сосудистые заболевания возникают у молодых мужчин и женщин после 30 лет. Тем не менее, на специализированных курортах я не вижу увеличения количества людей младше 40 лет. Зато на курортах, ориентированных больше на спа и велнес, наоборот, наблюдается увеличение количества отдыхающих среднего возраста. Я это четко видел на примере курорта Виши во Франции. Вообще-то это термальный курорт, но основной поток отдыхающих туда едет ради детокса. Классические термальные процедуры, грязетерапия, бальниотерапия интересуют уже не такое большое количество людей, как это было раньше. Одна только детоксикация организма способна предотвратить появление болезней с ЖКТ, обмена веществ, сердечно-сосудистой системы, проблем с почками, с кожей. Многие люди понимают, что профилактика выходит намного дешевле лечения. Когда болезнь уже есть, лечить ее долго и дорого, а предупредить ее появление намного дешевле и к тому же приятнее. Из всего количества туров, только 7% в общем мировом масштабе связаны с улучшением здоровья. Большинство людей совмещает основной отдых и оздоровление. В России явно наметившийся тренд это получение wellness услуг в качестве дополнительной опции к отдыху. Исключительно лечение уже перестало быть основной целью большинства туристов в глобальном масштабе. Я не говорю сейчас только о России. Карловары тоже могут сохранить свою популярность в долгосрочной перспективе. Именно за счет своих возможностей по очищению организма. Потому что по сути пятиотермальной карловарской воды это и есть очищение организма. Но для этого конечно нужно сделать правильный фокус и перестать всем доказывать, что карловары лечат все. Потому что все эти так называемые курортные процедуры, магнитотерапия, ультразвук, диотермия, ингаляции, гальванические ванны, это мало кому интересно. Разве только людям, которые по старинке хотят поехать именно в санаторий и желательно за рубеж, где сервис получше. У меня тут были особо одаренные люди, которые выбирали санаторий в Карловых Варах. Говорят, нам нужен санаторий. Я им советую пару приличных вариантов. Они мне заявляют, Владислав, это не санатории, это отели, а мы хотим санаторий. Я потратил время и нервы на то, чтобы убедить их, что в Карловых Варах большинство лечебных учреждений это отели, только с лечебными базами. Но у них даже в названиях нет слова санаторий. Ничего не поделаешь, есть люди, мыслящие старыми категориями. Но чем дольше Карловых Вары, да и другие чешские, а также литовские, латвийские, словацкие курорты, пытаются укрепить свою неразрывную связь именно с санаторным лечением, то тем меньше у них шансов в будущем, так сказать, омолодиться и привлечь новое поколение. Недавно я разговаривал с одним клиентом, по голосу, по-моему, не старше 40 лет. Я ему предложил бронировать отель в Карловых Варах с лечением, а он ответил примерно следующее. Да зачем мне ваши процедуры? Я намерен отдыхать, каждое утро у меня пробежки, на лыжах покатаюсь, попью минеральные водички и посижу на диете, организм почищу. И таких людей с каждым годом становится все больше и больше. Они лучше потратятся на СПА, в Веллнес, получат удовольствие и пользу одновременно. Сделают упор на очищение организма, комплексную профилактику и не будут потом заморачиваться поиском курорта для лечения запущенного артроза или артрита, который, кстати, на курорте уже не вылечат. Только лишь боль на какое-то время уберут или, в лучшем случае, временно приостановят развитие болезни. Лично я вижу будущее за курортами, где упор будут делать на омоложении, а не на попытках остановить уже начавшееся разрушение костей или хрящей. Безусловно, и классические термальные курорты не будут пустовать, но аудитория, как мне кажется, у них будет сокращаться. Дорогие друзья, если вам интересно получить информацию и комплексную консультацию по выбору лечебного курорта или санатория, пожалуйста, посещайте сайт bookspahotel.com, заходите в раздел «Контакты», звоните по указанным там телефонам или пишите на указанный там e-mail. Мои коллеги-курортологи, а также я лично окажем вам полную консультацию по выбору как лечебных курортов, так и санаториев. Хорошего вам дня и хорошего здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok